Так как лишний вес говорит о нормальной работе всех систем организма, значит для похудения нужно нарушить эту идиллию и начать жестко вредить работе организма. Есть несколько способов уменьшить лишний вес. Вредные для здоровья. Относительно безопасные. Безопасные для здоровья. Вредные способы. Вредные способы, за счет повреждающего действия на органы и системы, наносят вред здоровью и грубо нарушают нормальную работу организма. Слабительные и мочегонные препараты разного происхождения. Слабительные и мочегонные препараты искусственно вызывают состояние, похожее на воспаление слизистой кишечника и воспаление почек. Больной организм, из-за нарушения работы многих систем, всегда худеет. Паразиты. Паразиты используют питательные вещества хозяина. Такой человек худой независимо от количества принимаемой пищи. Паразиты могут создать дефицит всех питательных веществ, минералов и витаминов. По моему мнению, паразиты могут погибать от химии, во время различных операций. После этого человек может набирать вес, и даже лишний вес при приеме обычного для него, количества пищи. Уменьшение и кольцевание желудка, а также разные переключения кишечника создают такие же условия, как и разбавление кислоты, желчи и ферментов водой. Но наносят непоправимый вред анатомии человека. Применение токсичных растений. Применение морозника, который содержит сердечные гликозиды, вызывает уменьшение аппетита за счет токсического действия на нервную систему, но при этом может легко остановить работу сердца. Женьшень, элеутерокок и другие адаптогены стимулируют обменные процессы, но имеют ряд побочных действий и противопоказаний могут нанести вред человеку, в том числе с повышенным нервным перевозбуждением и гипертонией. Вызывание рвоты. Искусственное вызывание рвоты после еды может вызвать воспаление и эрозии в пищеводе, обратный рефлюкс, дефицит незаменимых питательных веществ, минералов и витаминов. Диета с ограничением белка. Диета с полным прекращением приема белка наносит комплексный вред. Снижается уровень гемоглобина. Снижается мышечная масса. Изменяется структура мышц. Также приводит еще к десятку нарушений. Препараты, блокирующие выделение кислоты в желудке. Применение медикаментозных препаратов, которые полностью блокируют выделение кислоты в желудке. Например, амепрозол. Может создать условия для организма, похожие на диету с ограничением белка. Диета с ограничением жира. Полное прекращение приема жира также наносит комплексный вред. Застой желчи и образование камней. Нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой системы. Отложение жира в печени, жировой гепатоз. Препараты, усиливающие обменные процессы. Жиросжигающие препараты направлены на повышение температуры тела и неконтролируемое стимулирование обменных процессов, а значит наносят вред нормальным биохимическим и физиологическим процессам. Остальные способы являются относительно безопасными или, даже, полностью безопасными для здоровья человека.